Сегодня испытанию на прочность подвергаются сами основы международного правопорядка, стратегическая стабильность и ооноцентричная система мировой политики. Урегулировать множащиеся конфликты невозможно, если не разобраться в их первопричинах и не восстановить веру в нашу способность объединять усилия ради общего блага и справедливости для всех. Будем откровенны, далеко не все представленные в этом зале государства признают ключевой принцип устава ООН – суверенное равенство всех государств. Соединенные Штаты давно объявили устами своих президентов о собственной исключительности. Это касается отношений Вашингтона к своим союзникам, от которых требуют беспрекословного послушания даже в ущерб их национальным интересам. «Правь Америка» – в этом суть пресловутого порядка, основанного на правилах, прямой угрозы многосторонности и международному миру. Важнейшие компоненты международного права – устав ООН и решение нашего Совета трактуются коллективным Западом извращенно и выборочно, в зависимости от того, какая установка поступила из Белого дома. Гегемонистская политика Вашингтона не меняется десятилетиями. Все схемы, все без исключения схемы евроатлантической безопасности, были основаны на обеспечении доминирования Соединенных Штатов, включая подчинение им Европы и сдерживание России. Главной роль отводилась НАТО, которая в итоге подняла под себя создававшийся вроде бы для европейцев Евросоюз. Североатлантическому альянсу уже мало той войны, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве, разрушив практически до основания основополагающие договоренности в сфере контроля над вооружениями, Соединенные Штаты продолжают нагнетать конфронтацию. Ради сдерживания России, Китая и других стран, чья независимая политика воспринимается как вызов гегемонии, Запад своими агрессивными действиями ломает изначально сложившуюся по его же лекалам систему глобализации. Вашингтон сделал все, чтобы взорвать, в том числе буквально, посредством терактов на газопроводах «Северные потоки», основы взаимовыгодного энергетического сотрудничества России с Германией и Европой в целом. Берлин тогда промолчал. А сегодня мы видим еще одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наземных ракет средней дальности. Олаф Шольц так и сказал простодушно. США решили разместить высокоточные ударные системы в Германии, и это хорошее решение. США решили. И действия Соединенных Штатов и их союзников, конечно же, мешают международному сотрудничеству и построению более справедливого мира.